Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Мы сегодня с вами пообщаемся о таком полезном растении, как амарант. Амарант очень хорошее растение. Кстати, я советую его все-таки выращивать на своих огородах, участках, потому что это и хорошие вкусные салаты. Добавка полезный причем салат. Сделать можно добавлять зелень. Круглое лето, не обязательно с начала весны. Это вы круглое лето можете кушать этот салатик. Это и щи вкуснейшие. Кстати, очень вкусные щи получаются из амаранта. Это и дополнительный источник витаминов и полезных веществ. Из амаранта готовится очень вкусный чай. Я его каждый год готовлю. В небольшом количестве, конечно, но немножко готовлю. Он используется уже как дополнительная добавка в любые чаи. Он очень вкусный, кстати, получается. И полезный. Как я его делаю? Ну, соответственно, собираю лист амаранта. Собираю листья уже вот в такой вот фазе. Можно, конечно, и маленький лист собирать, вот этот вот. Но я ему дам все-таки подрасти. А так для чая подойдет вот такой вот лист. Можно и покрупнее, конечно, собрать вот этот вот. После этого складываю вот так вот по два листочка вместе и прокручиваю как бы. Для чего? Чтобы как бы немножечко сферментировать лист в этот момент. Вот он сейчас вот так вот прокрутила я, да. И как бы он отпустил сок. Для того, чтобы пустил сок и начал ферментацию. Делаю вот такую прокрутку. Можно просто высушить лист. Тоже можно. Просто я делаю это для того, чтобы он приобрел определенный вкус. Ферментированный он немножко отличается все-таки. Этот чай полезен во время, когда перенесли, допустим, какую-то болезнь. Простыли, переболели, организм ослаблен. Есть какие-то проблемы с организмом, с низким иммунитетом. Очень хороший чай. Этот чай очень полезен людям, которые страдают ожирением и не могут сбросить вес. Очень замечательный чай. Он помогает сбросить вес. Если амарант кушать, заменить им мясо, заменить им белок. Он заменит вам любой растительный и животный белок. Потому что он содержит легкоусвояемый белок. Любые протеины заменит. Хорошо пить при диабете, потому что улучшает обмен веществ. Очень полезно есть. И пить чай из амаранта. Есть амаранты. Пить чай из амаранта. Кушать масло из амаранта. Потому что растение, конечно, уникальное. О нем мы отдельное видео сняли. Обязательно посмотрите на канале о жизни и здоровье с Марусей. По два листика беру вместе, сворачиваю. И вот так вот скручиваю, ферментирую. Что мы делаем в дальнейшем, когда готовим чай из амаранта? После того, как мы его прокрутили, нам нужно его поставить на ферментацию. Кладем амарант, уже скрученный, вот так вот в общую кучку. Потому что он должен плотненько прилегать. И заворачиваем в какую-нибудь тряпочку. Это нужно для того, чтобы лист дал побольше сока, во-первых. И начал процесс ферментации. Естественно, нужно и вот эту сторону тоже завернуть. Вот так вот. И убираем куда-нибудь в теплое место. И оставляем на сутки. Завтра мы его откроем и продолжим ферментировать. И отправим на сушку. Амарант наш постоял. Денечек. Он тоже почернел. Но не весь. Но это не страшно. Сейчас мы сделаем еще дополнительную ферментацию. Это с помощью того, что мы лист амаранта... Кстати, ферментировать долго не надо. Он сочный. И чтобы его не испортить, достаточно одних суток. Черешки сейчас так отрежем. Нарезаем амарант. Не очень мелко. Вот так вот. Кто-то скажет, можно было это и сразу сделать. Не совсем так. Неправильно. Нужно все равно давать сутки ему постоять. Чтобы он выделил определенный сок и пошли образовываться ферменты. Для того, чтобы началось определенное образование ферментов внутри самих клеток растения. И они именно дают ту самую ферментацию, которая нам необходима. Теперь мы его маленечко помнем. Он уже такой хороший, сочный. Прям трогаешь его. Как вот обычно мы ферментируем какие-то травы. Ту же самую малину, смородину. Почти что-то те же самые процессы. Единственное, у амаранта немножко нужно аккуратнее, не больше суток держать в закрытом состоянии ферментация, чтобы пошла. И затем вот мнем и сразу ставим сушить. Потому что амарант все-таки растение такое сочное. Его долго нельзя держать. Видите, уже какой хороший сок дал. Буквально чуть-чуть я поворошила. Ну что, амарант готов к сушке. Отправляем в духовку или сушилку. Амарант у нас высох. Теперь его можно поджарить. И дать ему вкусный аромат и цвет. Раскладываем на противне. И отправляем в духовку при температуре 150 градусов поджаривать. Он должен приобрести коричневый цвет и приятный запах такого поджаристого. Но не пересушите и не сожгите. Он должен быть коричневый. Тогда чай получится очень ароматный. Чай наш поджарился. Смотрите, какой у него прекрасный цвет коричневый. Очень приятный. Он даст хороший вкус и цвет. И очень хорошую пользу. Амарант ничем не хуже цейлонского, грузинского чая и другого. Так как обладает и прекрасными полезными свойствами. И еще сам по себе напиток очень вкусный. Советую приготовить и попробовать. Вот такой вот у нас уже получился амарантик. Он уже остыл. Мы его отправляем на хранение в чайную коробочку. Всем, кому понравился рецепт, поставьте пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!